МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВОСТОР СТАРШЫНІ ГОМЕЛЬСКАГА АБЛЫВЫ КАНКАМА ПРЫЗНАЧЕНЫЙ АЛЕКСАНДР МИКОЛУЦКІ ДАГЭТУЛЬ З 2009 ПА 2013 ГОД ЙОН ЗАЙМАУ ПАСАДУ ГЕНЕРАЛЬНАГА ДЫРЕКТАРА РЫЧИТСКАГА КАМБІНАТА ХЛЕБА ПРАДУКТАВ А З 2013 ПА 2015 УЗНАЧАЛЬВАУ ЖИТКАВІЦКИ РАЙВЫ КАНКАМ ЖИТКАВІЦКИ РАЙВЫ КАНКАМУЗНАЧАЛЮ ДЬМИТРЫЙ ГАЙКЕВІЧ З 2005 ПА 2013 ЙОН БЫЛ ДЫРЕКТАРАМ УПРАВЛЕННЯ КАПІТАЛЬНАГА БУДАУНІЦТВА КАЛІНКАВІЦКАГА РАЙВЫ КАНКАМА З 2013 ПА 2015 НАМЕСНІКАМ СТАРШЫНІ КАЛІНКАВІЦКАГА РАЙВЫ КАНКАМА НОВЫ СТАРШЫНЯ ВЕТКАУСКАГА РАЙВЫ КАНКАМА ОЛЕХ АРХІПЕНКА ДА ГЭТЫЛЬ ПРАЦАВАЛ НА ПАСАДЗЕ ПЕРШАГА НАМЕСНІКА СТАРШЫНІ НАЧАЛЬНІКОМ УПРАВЛЕННЯ СЕЛЬСКАЕ ГАСПАДАРКІ И ХАРЧАВАННЯ ВЕТКАУСКАГА РАЙВЫ КАНКАМА НОВЫМ СТАРШЫНЮ ИРАГАЧОУСКАГА РАЙВЫ КАНКАМА ПРЫЗНАЧЕНЫ СЕРГЕЙ ДЕНИСЕНКА РАНЕЕ ЙОН ПРАЦАВАЛ НА ПАСАДЗЕ ДЫРЕКТАРА АТКРЫТАГА АКЦАНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА ЖЛОБІНСКІ АГРЫТЭХ СЕРВІС АЗ 2013 ПА 2015 БЫУ ПЕРШЫМ НАМЕСНІКОМ СТАРШЫНІ НАЧАЛЬНІКАМ УПРАВЛЕННЯ СЕЛЬСКАЕ ГАСПАДАРКІ И ХАРЧАВАНННЯ ЖЛОБІНСКАГА РАЙВЫ КАНКАМА У НАВАГОДНІЯ СВЯТЫ СУПРАЦОВННІКІ МІЛІЦІ БУДЮЦ ПРАЦАВАЦІ ВА УЗМОЦНЕННЫМ РЫЖИМЕ ШТО ГОД ФІКСУЄЦА РОС ПРАВА ПАРУШЕННІ У МЕНАВІТА У ГЭТЫ ПІРЫЕТ ПАЧАЩАЮЦАЦІ КРАДЗЯЖЫХ УЛЕГАНСТВЫ ПАРУШЕННІ ЗУДДЕЛАМ НЕПАУНАЛЕТНІХ АБ ГЭТЫ МЫШЛА ГАВОРКА ПАЧАС БРЫФЕНГУ У ГОМЕЛЬСКІМ ХАРВЫКАНКАМЕ У НАШЕЙ КРАІНІ ИСНУЄ АТКАЗНЫЦ БАТЬКОВ ЗА ЗНАХОДЖЕННІ НЕПАУНАЛЕТНІХ НА ВУЛІЦІ УПІРЕ З 23 ДА ШАСТІ ГАДІН РАНІЦІ ТАК С ПАЧАТКУ ГОДА ПРИТЯГНУТЫ ДА АТКАЗНАСТІ ПА ГЭТАЙ ПРЫЧЫНІ КРЫХУ МЕЛЬСЗ ЗА ТЫСІЦЮ БАТЬКОВ ПА УСЄЮ В ОБЛАСТІ ГЭТА ЗНАЧНА ВЫШЕЙ ЧЕМ У МІНУЛЫМ ГОДІ МОГОДНІ НОЧ, ГЭТА ВСЄ ТОЖЕ ДЕЙСТУЮТ І ЕСЛІ МАЛЕНКІ МАЛЛЕНКІ ДЕЦІ БУЮТ ВЫЯВЛЯТСЯ С ПАЧАТКУ ГОДА У КРАІНІ ЗАГІНУЛИ 12 ДЯТЕЙ ПРИ ПАЖАРАХ ЗЯКИХ ДЕСЯТЬ ВА УЗРОСТІ ДДА ШАСТІ ГОДОВ ДЕВЯТЬ ДЯТЕЙ ОТРЫМАЛИ ТРАУМЫ ПАСЛЯНЯ ПРАВЕЛЬНОГО ВЫКОРЫСТАННЯ ПИРОТЕХНІКІ ОПРЕДЕЛЁНЫМ ОБРАЗАМ УСТАНОВИТЬ УСТОЙЧИВА ТО ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛЯ ЕСЛИ ОНА ВДРУГ НЕ СРАБОТАЛА, НЕ НАДА К НЕЙ ПОДБЕГАТЬ И ПЫТАТЬСЯ ДАЛЬШЕ ЗАЖАЧ СОТВЕСТВЕНИЕ С ИНСТРУКЦИИ, ЕГО НУЖНО УТИЛИЗЕРОВАТЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ НАШЫ ДЕТІ НА ГОМЕЛЬЩЩАННИ НА БЫЛА МИЖНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР У ЧАЧЕРСКИМ РАЙОНЕ САБРАЛІСЯ ШКОЛЬНИКИ С ШАСТІ РАЙОНАУ В ОБЛАСТІ А ТАКСАМА РЕГЮНО У РАСІИ И ЛАТВИЯ ЗАЯКІМИ НАДЕЯМИ ПРЫЕХАЛІ НА СВЯТЫЙ ГОУДЕЛЬНИКИ ПАТІКАВЮСЯ ОЛЕХ СИНЦЮРОУ СВОЁЙ МАЛОЙ РАДІМАЙ ЖАХАРЫЙ ВЁЗКІ НИСІМКОВІЧІ ЧАЧЕРСКАГО РАЙОНА ГАНЫРАЦА МЕНАВІТА ТУТ ДА РЕЧІ НАРАДІЛІСЯ БРАТЫ ЕЗЮКОВЫЕ ЯКІЯ ПАЧАС ВЕЛІКОЙ АЧІННЫЙ СТАЛІ ГЕРОЯМИ САЦСКАГО САЮЗА ИХ БАТЬКА НЕКАКІХ ГАДОВ УЗНАЧАЛЮВУ МЕСЦЦІВУЮ ШКОЛУ ТОЙ БУДЫНЫК ПРАВДА НЕ ЗАХАВАВСЯ, АЛІ ТРАДІЦІЙ ГАСЦІННЦІ У ВЁЗЦЦІ ПАТРЫМЛЮЮЦЦІ І СЁННЯ НЕСЦІМКОВІЦКА ШКОЛА РАЗЛІЧАНА НА ЧАТЫРІСА ЧАЛАВЕК, АЛІ ЗАРАЗ ТУТ ВЮЦЦІЦІ ВСЕГО СОРЫК ЧАТЫРІ ШКОЛЬНІКІ ЗА ДВЮЩІ АДІЦІ ГАДОІЦІЦІ ГАДОІЦІЦІ НА НЕ ВЁЗЦІІЦІ НА НЕ ВІЛІКІЮЮ КОЛЬЮЩЮЩЮЩЮЩЮЩЮЩЮЮЩЮЩЮ� СПО ОСУДНОСТИ ОТРАМАЛАСЯ МИРОТВОРЧАЯ ЙОЛКА, НА ЯКОЙ ДЕТИ СТАЛИ СВОИСОБЛЕВЫМИ ПОСЛАМИ МИРУ. Прежде всего, это миротворческая работа, потому что сегодня в мире несколько неспокойно. Так вот, именно через детей мы будем укреплять и расширять дружбу, но прежде всего, между молодым поколением. Далегация Краснодарского края Латвийской Республики удел у акции «Наши дети» про Майу Першиню скажут, что завсюду собрались с уседями белорусами и у свой час навод примали активный удел у суместных святых для монумента дружбы. А тому изопрошения на Гомищину приняли с радостью и худко оформили все необходные для поездки документы. На ёлку привезли песню про Рассо на латвийской мове, причем выконвают ей дети, якея не древне ведают белорусскую культуру. Во-первых, было предложено деткам, которые изучают белорусскую культуру. У нас есть школы национальных меньшинств, которые изучают разные культуры, в том числе белорусскую. Было много желающих, но возможности транспорта ограничены. Почас проведения акции белорусы, дарычи, гасей со своей культурой, знаём или так само, деля чаго, организовали экскурсию у школьных краизнавчих музеев. У экспозиции речи, якими неколи корыстались прородки сучасных молодых несимковичан. Простовники Красногорского района Бранской в области России кажут, что некоторые из таких экспонатов бачили у себя на родиме. До границы Российской Федерации от несимкович у себя около 40 километров, а тому у суседей у сопроводы шматогульного. Молодые россияне и на акцию наши дети приехали пеш за всё, як нас устарычу за сябрами. До речи, у складе российской делегации головным чинам дети малозабеспеченных те шматогульных семью. Когда побываешь здесь, во всяком случае, на день точно забываешь о всех проблемах. И заряжаешься вот этой вот теплом, вот этой любовью, вот этой вот желанием дружить и сделать другого человека счастливым. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадо-компания «Гомель», Чачевский район. Усягонья Калькедзён засталося до самого любимого свята белорусов Нового года. Раннешники и доброчинные акции, концерты и забавляльные мероприемствы. У гэтая дни казка приходится до кожного. Головная святочная пляцовка «Гомеля» всё лето перетворилась в соправдный казочный городок. У центра – ёлка. Побачь лесной прогожуния всё лето заявилась мини-резиденция Деда Мороза, город-майстро, пятиметровые ёлочные цацки, а так само гандлёвые роды. Уся новогодняя композиция выглядае, як декорація дэвидовичного новогодніга спектакля. В этом году площадь Ленина оформлена в комплексе, разработана концепция. Начнём с ёлки. Центральная ёлка высотой 31,7 метра по верхушке звезды. Оснащена гирляндами, которые модернизированы. Существующие изменена динамика. Количество лампочек – 5600. В целом площадь Ленина оформлена эллиминационными лампочками количеством 12 тысяч. Распочався и ёлочный гандаль. Для продажи только гомельские лесники подрихтовали и свыше 17 тысяч новогодних прыгажунь. Самая простая древа – от одного метра каштуя коля 105 тысяч рублёв. Ёлка высшинёй до двух метров, коля 140, а вот трёхметровая древа – покупняку обидется у 160 тысяч рублёв. Особливо популярные древы у катках. Цена трохи больше за полмиллиона. У трэнде в этом году – яловые букеты и галинки. Ёли все поступают в торговлю свежие. То есть, по мере необходимости будет проводиться вырубка этих ёли новогодние. Они будут подвозиться в торговлю, соответственно, для реализации. Но эти ёли, они есть у нас в наличии, они готовы для продажи. Магазины так само подрихтовалися до Нового года. Не только упрыгожили витрыны и гандлёвые залы, але и организовали скидки и акции. Некоторые товары можно набыть за пауцаны. Будут также привлекаться производители совместно с торговыми предприятиями по проведению новогодних скидочных мероприятий, плюс акции всевозможных рекламных мероприятий, промо-акции и игры акционные. Для аматоров сустракать Новый год активной творча организаторы свята придумали навод особливую программу. В этом году были придуманы различные креативные мастер-классы. Можно прийти научиться печь пирог какой-то особенный новогодний или торт. Можно сделать какую-нибудь 3D-снежинку. Можно придумать и сделать из каких-нибудь подсобных вещей обезьянку. И ещё в каждом районе Гомельской области открылась своя резиденция Деда Мороза. Тому все святочные пожадания обовязково здействуются в новом 2016 году. Марина Северьянова, Дмитрий Радзянко, Телера, Дуя компания «Гомель». Святочный подарунок выставу редких картин с фонда Гомельского палацова-паркового ансамбля дорыць всем горожанам и гостям областный центр народной творчести. Тут аматоры живопису смогут оценить высокий технический уровень в выполнении масляного и акварельного живопису. Выстава новогодний вернисаж включает в себя экспонаты, которые застались от попередних уладальников Гомельского майонтка. В экспозиции так само проставлены картины, что избирались и кераунистам и супрацовниками палацова-паркового ансамбля. Работы уявляют историческую каштоуность, по кольке адлюстровывают историю развития у сего Гомельского края с 60-х годов минулого ста годзе до сёняшнего часу. Диалог с наведывальниками ведут шмат табличные мастацкие образы, которые с кожным проглядом открываются новым баченням. Ретро-выстава протягнется до 15-го студеня у «Воход вольны». В экспозиции можно увидеть работы, такие очень интересные и редкие на сегодняшний день, которые имеют большую ценность. Это такая бархатная, ничем не сравнимая акварель Марии Егоровой. Также замечательные зимние пейзажи, замечательных художников наших гомельских старых мастеров, старых живописцев, таких как Дучиц, Дьяконов, Ландарский Роберт Ефимович. Это была программа «Репортер» или радиокампании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова